Как правильно выращивать свеклу? Ну, свекла это род одно, дву и многолетних травянистых растений семейства Амарантовая. Ранее род относился к семейству Мариоя. Самыми известными представителями являются свекла обыкновенная, сахарная свекла и кормовая свекла. Я выращиваю на своем дачном участке Алтай-Барнову свеклу обыкновенную, столовую, постоянно. Ну, столовая свекла довольно требовательна к температурным и осветительным условиям. Ну, к счастью, климат и почва в нашей местности для свеклы благоприятны и вырастить этот корнеплод, по крайней мере, в нашей местности, очень несложно. Наоборот, приходится даже следить, чтобы свекла вырастала хорошего качества и не чрезмерно крупная, так как это создает некоторые неудобства при ее приготовлении. И очень легко, если за ней немножечко недосмотреть, то есть излишний полив, например, ей сделать или проредить, наоборот, слишком далеко друг от дружки, то свекла вырастает до 3 килограммов и бывает даже больше. А такие корнеплоды, ну, просто неудобно использовать. Поэтому я стараюсь ее выращивать, чтобы она была не очень большая. Ну, где-то вот такая. Чтобы свекла выросла вкусная, нужно правильно выбрать сорт, а также стараться использовать для посева только качественные семена. Нельзя приобретать семена в случайных местах, а желательно обращаться только в специализированные магазины по продаже семян, лучше фирменные. В последнее время я использую сорта свеклы, это папла и цилиндра. Для посева свеклы оптимальное время наступает, когда почва прогревается, ну, примерно до 6 градусов тепла. Почва должна быть не только прогрета, но и увлажнена. Понижение температуры может привести к переохлаждению свеклы, что приведет, в конце концов, к потере урожая. Свет – это условие, которое также очень важно для развития столовой свеклы. Чем его больше, тем ярче и насыщеннее цвет корнеплода. И, соответственно, он вкуснее. Учитывая этот момент, не стоит сеять свеклу между рядами высокорослых растений, так как она не вырастет качественной. То есть вырастет она, конечно, вырастет, но вкус уже будет не тот. Место под посев свеклы я специально не готовлю. Просто слежу, чтобы ее предшественниками были капуста, морковка, лук или огурцы. Высеваю свеклу 10-15 мая на обычную грядку шириной около метра. Глубину посева, ну, где-то соблюдаю 3-4 см и эмульчирую торфом. Когда появятся всходы и немного огрепнут, свеклу прореживаю сначала на 2-3 см друг от дружки, а потом, когда растения выбросят уже 2-3 настоящих листиков, на 10-12 см, но не больше. А то корнеплоды вырастают слишком крупные. В нашей местности именно так. Это главная проблема. И могут вырастать до 3 кг и даже больше. Это неудобно. И вот по той же причине, чтобы свекла не перерастала, поливаю свеклу только в начале вегетации, а потом все поливы прекращаю, то есть не поливаю ее вообще. Подкормок тоже никаких не делаю, ну, а вот пропалываю и рыхлю ее регулярно. И при соблюдении этих простых правил, к сентябрю, свекла завязывают отличные корнеплоды, насыщенного, темно-бордового цвета и замечательного вкуса. Убираю урожай свеклы в первой половине сентября. Сразу обрезаю корнеплоды от ботвы, не оставляя черешков, немного подсушиваю и отправляю на хранение в погреб. Часть свеклы сразу использую на приготовление свежего сока вместе с морковкой. Ну, лечебные свойства свеклы известны с глубокой древности. На пути многих болезней свекла выставляет красный сигнал. Свои красящие пигменты – флавоноиды. Флавоноиды снимают сосудистые спазмы, повышают прочность капилляров, понижают артериальное давление, стимулируют образование эритроцитов. Корнеплоды свеклы содержат сахара, органические кислоты, лимонную, яблочную, щавелевую, а также белок, пектины, каротин, витамины С, В1 и В2, Р и РР, а также минеральные соли калия, магния, железа, медиа, цинка, кобальта, молебдена, марганца, фтора, бора, ванадия, йода, рубидия и цезия. По содержанию йода свекла является лидером среди овощей и поэтому широко используется в профилактике и лечении гипотериоза, заболевания щитовидной железы, вызванного недостатком йода. А это бывает в некоторых регионах большой проблемой. Вот свекла как раз и является тем овощем, который помогает эту проблему решить. Ну, а натуральная, качественная свеклка не только полезна, но и очень вкусна в различных салатах и винегретах, в борщах и во множестве-множестве других блюд. Вот такой замечательный корневлод свеклы. Рекомендую всем его выращивать и получать хорошие урожаи. Вкусные, красивые и полезные свеколки.